Стоять у плиты и гладить это не про них. Уборка здесь разделена с мужчинами, да и тяжелая работа тоже. На хрупкие плечи в невесомости можно взвалить любые тяжести. Женские капризы остались на Земле. Профессия космонавта не предполагает гендерного разделения. Все, что связано с полетом в космос, лишь мужское. Женских скафандров просто не существует. Однако это не пугает ни представительницы американского, ни европейского космических агентств. В России Елена Серова пока единственная представительница этой мужской профессии. Сейчас на макете Международной космической станции она сдает экзамен в составе дублирующего экипажа. А это значит, что через полгода на Международной космической станции появится русская женщина. Дублирующий экипаж МКС 3940 прибыл для сдачи экзамена по комплексной экзаменационной тренировке российского сегмента МКС. Доложил Александр Самопутин. Она тянет экзаменационный билет. Хоть и говорят, что у Елены легкая рука, экипаж готов к любому заданию. Даже самому сложному. Разгерметизация станции. Пожар. Любая смоделированная нештатная ситуация. Серьезная проверка экипажа. Сейчас каждый шаг под контролем. С дублеров строже спрашивают. Экипаж космического корабля «Союз ТМА-14М». Командир Александр Самокутяев. Бортинженер номер один Елена Серова. Бортинженер два Барри Уилмор. В таком составе тренируются уже два года. Выживали на воде, отрабатывая нештатное приземление. Ждали спасателей в морозном лесу. Понимают друг друга с полуслова. Помогают, но поблажек не дают. Правильно сказали. У профессионалов нет гендерных признаков. Я подтвержу слова командира, что у нас есть специалист. Космонавт. И все. Различий по гендерному признаку у нас совершенно никак не ощущается. В подготовке космонавтов разного пола отличий практически нет. Однако есть существенное отступление в экипировке. Одежда для орбитальных будней специфическая. Если у мужчин все с конвейера, только выбирай цвета, то к женщинам подход индивидуальный. Давно у нас на детали женщина. Но вот летит Елена Серова. И вы готовите для нее целый комплект женской уже одежды. Лена мерила энное количество изделий. Выбрала то, что ей подошло. Те изделия, в которых ей комфортно. У нее очень чувствительная кожа. То есть она выбрала тот ассортимент, который ей удобен, в котором ей комфортно, в котором ей хорошо. Одежда, белье, насколько бы она яркой не была, она должна не отвлекать человека на борту. Люди туда летают работать. Одел он наше белье и забыл. На полугодовой полет космонавту полагается 60 комплектов нижнего белья и 30 пар носков. На МКС душа нет, пользуются только влажными салфетками. Срок годности одежды сокращен. Белье носят три дня, а затем в нем еще занимаются спортом и утилизируют. Мы, к сожалению, здесь не имеем такой роскоши стирать одежду, потому что воду очень трудно привозить. На Земле воды много, у нас воды мало. Поэтому нам проще сухой одежды много привезти. Сейчас мы раскроем секрет того, во что будет одета русская женщина-космонавт на орбите. Вот полный перечень выбора Елены Серовой. Цветовая гамма, количество и даже расписаны дни переменной одежды. Пылесосят, отправляют на рентген, проверяют каждый шовчик на одежде, потому что даже самая маленькая ниточка способна причинить вред космонавту в невесомости. Сейчас на проверке одежда для Елены Серовой. Вот на мне сейчас ее маечка ЕС Елена Серова и вышивка Гот Лошади. Вообще, космические кутерье обещают, что для нашей российской женщины-космонавта они приготовили самую удобную, самую красивую одежду. Мягкая, прочная, удобная. Основные требования – космическая одежда. Полетный комбинезон с множеством карманов для инструментов. А это экипировка для экипажа Максима Сураева, командира Союза. Он полетит в космос в мае. Яркие майки с эмблемой и именные носки. В космосе любая приятная вещь поднимает настроение. У них световой голод все время. И световое восприятие существеннейшим образом влияет на их работу и на их настроение. На орбите важно, чтобы цвет гармонировал с психологическим настроем экипажа. Американцы любят яркое. Россияне предпочитают сдержанные, приглушенные цвета. Астронавт НАСА Сунита Уильямс, дважды летавшая в экспедиции на МКС, отмечает – вдали от Земли очень хочется ярких цветов. Один и тот же материал, один и тот же стиль для всех. Но можно отличаться, например, цветом. Я очень хотела яркие цвета, потому что хочется разнообразия. Один день я носила желтое, на следующий день зеленое, голубое, розовое. Проведя много времени на орбите, она все же полагает – женщина и в космосе остается прекрасной половиной человечества. Юбки, конечно, там не носят, однако мужское внимание принимает с удовольствием. Это был сюрприз для меня. Я летала с Михаилом Тюрином. На грузовом корабле «Прогресс» пришли разноцветные материалы. Михаил взял велкро зеленого цвета, нашел красный пластик, смастерил пластиковый цветок. Во время ужина он преподнес его мне и пожелал счастливого праздника. Традиция – окружать женщин заботой и говорить им комплименты – в космосе возникла еще со времен первых совместных полетов. А 8 марта для космонавтов, оказавшихся в эти дни на орбите, – особый праздник. Можно из космоса поздравить всех женщин планеты Земля. К этому с удовольствием присоединяются и астронавты, чьих странах 8 марта праздником не является. Своей обаятельностью и душевностью, добротой и отзывчивостью вы, милые женщины, украшаете нашу жизнь и наполняете теплом любви сердца родных и близких. Однако сегодня Елене Серовой, единственной женщине в отряде космонавтов Роскосмоса, пока не до праздников. Экзамен за экзаменом. А тут еще и повышенное внимание, интерес вдвойне сложнее. Под пристальным взглядом специалистов она каждый день доказывает, что к полету в космос готова. Сердце всегда стучит, но в массе своей, только потому, что тебе необходимо постоянно быть на готове, постоянно сосредоточенное внимание, очень много параметров, которых необходимо контролировать. Рабочие моменты. На орбите их ждут с нетерпением. Появление в мужском космическом коллективе дамы всегда праздник и душевный подъем. Это отмечают и космонавты, и астронавты. На Земле об этом тоже не забывают. Недавно из космоса вернулась американка Карен Найберг. В сентябре летит Елена Серова. А потом на смену ей отправится первая женщина-астронавт Италии, Саманта Кристофоретти. Будто специальный расчет. Хотя бы раз в год на орбитальной станции должна царить женщина. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok